всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду я пытаюсь на канале показывать рецепты красочные эффектные вам не больше всего нравится но иногда нет нет да и вставлю что-то менее эффектное оставляю это менее эффектно потому что это очень вкусные блюда реально вкусные классные и если вы их сам в какое-то время я раньше не попробовал то никогда бы в этот дел не поверил сегодняшний цепь как раз таки из таких щи богатые сборные да на канале уже есть рецепт щей с грибами из квашеной капусты вот здесь у человека типа смотрите только упустили но там ленивые мы сегодня все по-взрослому и хоть времени уйдет конечно побольше но результат того стоит поверьте и так понадобится капуста квашеная грудинка говяжья смотрите какая красивая сухие грибы картошка лук морковь корень петрушки и репа и вот тут я вам соврал к сожалению не нашел в наших краях ни корня петрушки не репы поэтому корень петрушки заменил пастернаком репу брюквой ну будем надеяться что это более-менее такая подходящая замена и так поехали грибы замочить холодной водой грудинку надо сварить отправляю в холодную воду и следом отправляется лук морковь и пастернак в вашем случае корень петрушки а я займусь приварком приварок это заготовка для щей выкладываю квашеную капусту сюда нарезаю брюкву вы репу нарезаете напоминаю отправляю капусте нарезаю лук его сюда же рассол капусты уже здесь и шмат масла сливочного сюда лучше даже топленого если у вас есть будет вообще бомба если у вас рассол очень кислый можно воды добавить и отправляю все в духовку температура градусов 110-130 тут нам подбирать цель протомить капусту так чтобы концу варки мяса она потемнела чтобы ароматы и и и репы перемешались усилились короче что был классный вкусный приварок вода должна выкипеть концу варки мяса если кстати увидите что вы кипает слишком быстро а добавьте чуть-чуть бульона и убавьте огонь а с бульона конечно нужно снимать пену и так перерыв на два два с половиной может быть три часа посмотрим как мясо будет вариться ждем сварилась корень уже можно удалить они свое дело сделали вот мясо надо разобрать и нарезать очень вкусно есть говядина прям из запад какой классный и на вкус прекрасно супер а теперь все соединяю смотрите какая капуста стала красота а уж запахи сюда мясо и грибы и замоченные я их уже нарезал кусочками помельче и теперь добавляю бульон и и оставляю вариться томится еще на час а сам пока в той воде в которой мне замачивались грибы отварю картофелину нет конечно можно картофель не класть можно разжарить до коричневой ложку муки этом развести ее в бульоне и этим загустеть щи но мне больше по вкусу картошка причем варить ее нужно обязательно отдельно положить ее к щам она кислоты мгновенно застеклене и вы ее ни в жизнь не сварите короче перерыв еще на час час прошел завершающие штрихи картошку нужно размять в кашу так и добавить общим и лавровый лист сюда же еще буквально 5-7 минут и все готово надо нарубить зелень и чеснока это будет пряная заправка предваряю вопросы капуста квашеная поэтому мне солить ничего не надо вы смотрите по своей капусте сейчас самое время ее от балансе уже попробовать достаточно ли кислоты достаточно ли соли кислоту можно выправить капустным рассолом соль солью может быть сахар нам добавить короче попробуйте и доводите до вкуса ждем все пять минут прошло остается добавить пряную заправку и дать настояться под крышкой еще минут 15 самый сложный момент ожидания когда все уже практически готово наконец-то все готово как видите самый длительный процесс это томление капусты вместе с репой в печи именно такой приварок им щеки и брали кстати с собой в дорогу когда хотелось им похлебать штец они его доставали разбавляли кипяточком и вот пожалуйста блюдо готово это конечно если хотелось бы более шинажеристости туда и мяско надо добавить и грибочков там как я сделал на так вот такой принцип и кстати вы тоже можете приготовить приварок заранее и хранить его в холодильнике но на отлично вам сохраняется я думаю неделю и две холодильнике вылежит а вот давайте уже пробовать так сначала просто бульончика но просто чудо он и кислинка капусты и сладость лука томленого и насыщенность грибного вкуса и мясо здесь просто чудо так ну дайте мясо тоже мне кусок утащить распорниву заговорил обожаю говядину просто чудесное сочетание прекрасные и грибы и мясо в одном блюде это фантастика ну и брюкку надо утащить в вашем случае репы я надеюсь ну-ка запеченная в духовке просто чудо обалденный просто обалденное блюдо готовьте не пожалеете времени вот не пожалеете я понимаю что выглядит это не очень презентабельно но это настолько классно особенно со свежей травой с чесночком в составе топливной засыпки просто феерия вкуса короче готовьте и не благодарите огромное спасибо что досмотрели напоминаю что если соберетесь обновлять свой парк ножей или просто вам понадобятся ножи то по промокоду фреска вы получите очень приятную скидку на сайтах самуру.ру самура.орг если вы из за границ собираете заказывать короче берите не морочите не голубь спасибо за компанию всем пока ножик вкуснямба